Итак, если вы любите старые фильмы Алена Делона, те триумфальные фильмы, снятые великими режиссерами, где он был обольстительно красив, то вам наверняка понравится эта красивая история. Итак, есть такая передача. Карамба, чесар пресса. Карамба, какой сюрприз. Надо сразу сказать, что знакомое всем вам испанское слово карамба вовсе не означает черт или что-то еще неприличное, что вы наверняка слышали во всяких пиратских фильмах. Это слово переводится как «елки-палки», как «ё-моё», а значит «не значит ничего», кроме восклицания. Передачу ту «Карамба, чесар пресса» ведет популярная певица Рафаэла Карра, которая широчайше прославилась по всему миру одной песней, которую вы наверняка узнаете даже по этим трем нотам. Вот послушайте. И если вы знаете языки, то наверняка знаете, что у песни той есть своя история. История очень пикантная, которая и помогла ее прославить. И эту песню и Рафаэлу Карру. Дело все в том, что название этой песни крайне необычно и крайне неприлично, так как представляет собой крайне вежливую форму одного очень простатского и грубоватого выражения. И название в переводе с итальянского звучит так «А не будете ли вы столь любезны вступить со мною в половую связь?» И примечательно, что хотя все это сказано очень вежливо и очень прилично, но так вежливо и прилично никто никогда не говорит. И в подобных случаях используются куда менее приличные и более разговорные фразы. И вот этот парадокс был тем дополнительным нюансом, что помог успеху этой песни Рафаэлла Карра. Кстати, еще один нюанс. Рафаэлла Карра в переводе означает «дорогая Рафаэлла». И если вы знаете, сколько сейчас стоят конфетки Рафаэлла, то вы и здесь все поймете. Итак, Рафаэлла Карра решила воссоздать в своей программе известный фрагмент из фильма «Висконти» «Леопард». Знаменитую бальную сцену, где свой вальс танцевал князь Танкреди, которого играет Ален Делон, и его невеста Анжелика. Ее играла Клаудия Кардинали. И вот как тогда все это было. Здесь тоже был устроен роскошный бал. И в центре зала, в том же самом наряде, в котором кружилась в «Леопарде» Клаудия Кардинали, была Мария Розарио. И это именно с ней сейчас произойдет тот самый сюрприз, тот самый сюрприз, как гласит название этой передачи. Все внимание на экран. Как это чудесно! Спасибо вам! Спасибо большое! Как это чудесно! Как это чудесно! Вы должны остановить эту музыку, чтобы продлить наше удовольствие. Ален даже опустился на колено. Вспомните, повторил ли он этим сцену из фильма. Теперь мы даже втроем сможем станцевать. Извините, а я вот возникла из окрестностей. С позволения Марии все чудесно прошло. Но тогда я украду у вас, вашего кавалера, на минутку. И поздороваюсь с ним. А теперь я хочу узнать у вас, Мария Розарио, понравился ли вам мой сюрприз? Да, это вообще просто. Просто нет слов. Когда вы теперь видели рядом с собой Алена из телевизора, что вы можете сказать вашему мужу и вашим детям, что это единственный человек, который полностью меня понимает. Ну, не только я один. Синьора Мария Розарио, это очень провокационный ответ. Но как вам понравился этот сказочный момент? Да, это действительно было очень красиво и очень трогательно. Я очень рада, большое спасибо вам, Ален Делон, что помогли нам в создании этого сюрприза. Я очень рад и счастлив, потому что это незабываемые эмоции, которые напомнили мне Анжелику с тем же платьем, с той же прической. Немного жаль, что мало было цветов, но я думаю, что они мешали бы нам танцевать. Я должен сказать вам, что с той поры я еще ни разу не танцевал вальс. И сегодня это был мой первый раз за столько лет, со времен Леопарда. А, так он действительно сделал для нас огромное исключение тогда. Тогда скажи мне, какой же еще сюрприз ты хотел бы осуществить в этом году? О, это была бы моя дочка. Со мной? Нет, я вообще думаю, дочь это, моя дочь это вообще была для меня и всегда будет для меня моим самым главным приятным сюрпризом. Самым красивым сюрпризом в мире. Спасибо, огромное спасибо. Это был необыкновенный бал. А еще я вот что хотел сказать. Во Франции 266 сортов сыра, я правильно говорю? Нет, на самом деле 400. Ах, пардон, пардон, немножко ошиблась. Не хватает только одного, пармезану-риджану. Нет, у нас такого нет действительно. Ну вот, видите, он согласился даже. Пармезану-риджану это сыр родом с родины Эмилии. Она родилась в Булонье, и сейчас перед вами выступит она. Встречайте, уникальное пармезану прямо из Булонии. Уникальное пармезану-риджану. КОНЕЦ Беспощадная война, вспыхнувшая в клане Делонов, разгорается с каждым новым днем. Все поклонники Алены Делона с большой тревогой следят за развитием событий только на нашем канале, где вышло уже с десяток ошеломительных видео выпусков. И все подробности о том, что же там по правде происходит и за что воюют Делоны, знают все подписчики нашего канала. А если вы пока еще не в их числе, то сейчас самое время это сделать. И не забудьте включить колокольчик, чтобы никогда не пропускать наши самые интересные новинки. Субтитры создавал DimaTorzok